Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. Какая картина начинающего режиссера Гайдая чуть не поставила крест на его карьере из-за цензуры? А пока идет отсчет времени поставьте лайк видео. За высмеивавший бюрократию сатирический фильм «Жених с того света» Леонида Гайдая на два года отстранили от режиссерского кресла. Правок от цензуры было столько, что после вырезания всех неугодных сцен фильм превратился в короткометражный. Вернуться в профессию Гайдаю разрешили только ради правильного фильма про комсомольцев «Трижды воскрешей». После него начальство киностудии Леонида Гайдая простило. Но этот фильм режиссер впоследствии старался не упоминать. А какой был самый распространенный безалкогольный прохладительный напиток в СССР? Дозированная вода Буратино – это самый распространенный безалкогольный прохладительный напиток в СССР, производился во всех советских республиках по единой технологии. Без этого лимонада не обходился ни один детский праздник. Какой город СССР был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за количество золотых олимпийских медалей, полученных жителями этого города? Начиная с 1964 года спортсмены города Шахты принимали участие во всех олимпиадах. Золотыми буквами вписаны эти имена в историю мирового спорта. Василий Алексеев, Алексей Вахонин, Рудольф Плюкфельдер, Давид Ригерт, Виктор Трегубов, Николай Колесников, Людмила Кондратьева, Марина Лагвиненко и другие. За выдающийся успехи шахтинских спортсменов на Олимпийских играх, европейских и мировых соревнованиях город Шахты был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, а Управление по физической культуре, спорту и туризму мэрии города получило диплом Международного Олимпийского комитета. Юрий Никулин согласился сниматься в Кавказской пленнице лишь при одном условии. При каком? Когда Гайдай пригласил актеров сыграть в его фильме, Никулин и Маргунов были против. Они посчитали новый сценарий спекуляции на тройке и не хотели снова повторять свои знаменитые образы Балбеса и Бывалова. Однако режиссеру удалось уговорить Никулина взамен на возможность импровизации. Многие сцены с собственным участием Юрий Никулин придумал лично. В советских ресторанах подавали рубленые котлеты из курицы, панированные в сухарях из белого хлеба. Как они назывались? Рубленые котлеты из курицы, панированные в сухарях из белого хлеба назывались пожарские. Происхождение названия пожарских котлет связано с Евдокимом Пожарским, владельцем трактира и гостиницы Пожарская в Торжке в начале 19 века. Во времена СССР они стали популярным ресторанным блюдом, но из-за необходимости четкого соблюдения рецепта и норм вложения продуктов котлеты сохранились лишь в ресторанной кухне, не став блюдом массового советского общепита. Какая актриса сыграла роль коварной соблазнительницы Анны Сергеевны в бриллиантовой руке? Роль соблазнительницы Анны Сергеевны должна была сыграть Клара Лучко. Но та, прислав соответствующие фотографии на кинопробы, отказалась сниматься, посчитав роль несерьезной. По воспоминаниям Леонида Гайдая, кандидатура Светланы Светличной с трудом, но прошла. Как готовили популярное в СССР хрустящее лакомство хворост? Хворост – это хрустящее печенье, основными ингредиентами которого являются молоко или сметана, мука, яйцо, сливочное масло и сахар. Готовится он во фритюре, то есть жарится в кипящем подсолнечном масле. Это незамысловатая, но очень вкусная выпечка была частым гостем на столах советских граждан. А герой какого советского фильма утверждал, что губит людей не пиво, губит людей вода? Те, кто хоть раз смотрел кинокомедию Гайдая не может быть, конечно же помнят строчки губит людей не пиво. Губит людей вода, звучавшая из уст Вячеслава Невинного. Но в картине были спеты только три куплета из четырех, написанных Леонидом Дербеневым специально для этого фильма. Четверостишее с упоминанием мирового потопа советское кинематографическое начальство порекомендовало создателям фильма из песни удалить. В досоветское время это блюдо подавали лишь к столу дворян, а в СССР его несколько упростили, благодаря чему оно превратилось в повседневное. Что это за блюдо? Биф строганов – это популярное блюдо русской кухни. Названное в честь графа Строганова, готовится из мелко нарезанных кусочков говядины, которые заливают горячим сметанным соусом. В советское время блюдо с графского стола стало повседневным, но ни о какой вывеске, из которой по классическому рецепту готовится биф строганов, не шло и речи. Для приготовления брали те части, что были доступны и не били сильно по карману, плюс добавляли побольше сметаны, чтобы заполнить пространство. А какой из этих фильмов не снимал Леонид Гайдай? Фильм «Деловые люди» был снят Леонидом Гайдаем в 1962 году, «За спичками» был снят им в 1980 году, а «Спорт лото» был снят им в 1982 году. Фильм «Дайте жалобную книгу» снят на киностудии масс-фильм в 1965 году режиссером Эльдаром Рязановым. Согласно легенде, название этого популярного в СССР салата изначально звучало как «Шовинизм и упадку», «Байкот» и «Анафема». А что это за салат? В народе ходила легенда, что популярный в СССР праздничный салат сельс под шубой или просто шуба придумали еще в послереволюционной России и назвали «Шовинизм и упадку», «Байкот» и «Анафема». А в быту стали употреблять аббревиатуру «Шуба». На самом деле это всего лишь байка, ведь салат появился на столе советских граждан только начиная с 60-х годов 20-го столетия. Его придумал неизвестный повар, приспособив рецепты норвежских салатов с селедкой к отечественным продуктам. В кинокартине Гайда Иван Васильевич меняет профессию, лжецарь чуть не отдал шведам. Что? Иван Васильевич меняет профессию, советская фантастическая комедия 1973 года, снятая режиссером Леонидом Гайдаем по мотивам пьесы Михаила Булгакова Иван Васильевич. В одном из эпизодов Иван Васильевич Бунша, занявший место царя, чуть было не отдал шведам кемскую волость. Кемская волость после этого стала вроде шутки, нарицательного выражения, когда что-то отдают за так или по страшной дешевизне. В 1954 году СССР посетил популярный режиссер и актер Радж Капур. Здесь он попробовал блюдо, которое его впечатлило так, что он угощал им своих гостей на студийных приемах. О каком блюде речь? Макароны по-флотски понравились посетившему СССР с премьерой фильма «Бродяга» в 1954 году режиссеру, кинопродюсеру и актеру Раджу Капуру, который впоследствии угощал этим советским блюдом гостей на студийных приемах, устраиваемых в его киностудии Радж Капур Филмс. Разговор со счастьем, вдруг как в сказке скрипнула дверь. В фильме Иван Васильевич меняет профессию, звучит в исполнении. Кого? А пока идет отсчет времени, поставьте лайк видео. Советский актер театра и кино Валерий Золотухин часто исполнял песни в фильмах из-за своих героев, из-за героев других актеров. Песня вдруг как в сказке скрипнула дверь, звучит именно в его исполнении. Что было внутри этого советского десерта? Это легендарный десерт орешки, который с помощью нехитрой формы умела делать любая советская хозяйка. В качестве начинки обязательно использовали вареную сгущенку. Иногда ее смешивали с грецкими орехами. Какую сумму выиграла Таня в лотерее из фильма Спорт Лото 82? Спорт Лото 82, приключенческая комедия Леонида Гайдая, лидер советского проката 1982 года. Главная героиня картины Таня Пегова выиграла в лотерею 20 тысяч рублей, приличные по тем временам деньги. Советским детям нужно было есть эту кашу, но они дружно ее ненавидели из-за комочков. Что это за каша? В советскую эпоху манную кашу в обязательном порядке давали на завтрак в детских садах, а еще в пионерских лагерях, больницах, санаториях. Советские дети ели ее без удовольствия, а все из-за ненавистных комочков. Какая кинокартина стала последней работой Гайдая? На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди, российско-американская кинокомедия 1992 года. Последний фильм режиссера Леонида Гайдая. Действие в фильме происходит в последние годы существования СССР, холодная война закончилась, президенты двух великих держав СССР и США должны встретиться для важных переговоров. Однако встреча оказалась под угрозой срыва из-за разгула русской мафии, обосновавшейся в США. В каком советском фильме миловидная девушка призывает всех проснуться и петь? Песня «Проснись и пой» была написана на музыку Гладкова и стихи Лугового для одноименного спектакля Московского театра Сатиры. Песня стала весьма популярной после выхода на экран фильма «Джентльмены удачи». Исполнила ее певица Лариса Мондрус, а в кадре под ее фонограмму эту песню исполняет Галина Микеладзе. А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа. Отгадайте, что это за предмет в данном коротком ролике и для чего он используется. Напишите в комментариях, ваш вариант ответа. Что это за предмет и для чего он используется.